Восвятая программа «Нави-Нергиона» у студии Кристина Кранкевич. На початку коротко про некоторые материалы выпуска. Сход на пяре до дни каникул про бяспешное лето для дятей говорили батьки зусёй в области. А цей и концерты для усих узростов. Болей за две тысячи людей проняли удел у традиционном фестивале «Нож музею» у Могилёве. Яскравы и сонечна у патрымку здорового ладу життя. На лучшенцы медколледжу злазили танцевальный флешмоб. Безпечные каникулы стали темой агульна областного батьковского сходу у Могилёвина. Пытания батьков отказывали правоохоуники, психологи, педагоги. Многие у батьковским сходе удельничают неупершыню, однако кожный раз у них есть питание до специалистов. По традиции большесть аудитории – мати. Многие приехали из районов. Под час областного батьковского сходу кожный меумахчымасть задать свое питание. Свой особливым лейтмативом стала тема «Безпеки». Мне, как матери, очень важно знать, чем я могу занять своего ребенка в летний период. Для того, чтобы отдых его был полноценным, самое главное – безопасным. Чтобы 1 сентября мой ребенок пришел в школу отдохнувшим, здоровым, счастливым. Весь багаж привезу, естественно, в свою школу. Естественно, что обсудим с коллегами возможность каких-то других школ из других регионов, для того, чтобы объединить усилия и работать в одном направлении по организации безопасного лета для детей. Под час сходу батьки текаверись про организацию занятостей детей. Особливость вернули увагу на зносины у интернете и уплывание на психику разных интернет-супольностей. Конечно же, об этом говорят в школах, об этом говорят в учреждениях образования различных типов, но родители не могут вообще безучастными в этом остаться. Различные формы наказания за нарушения, которые совершают несовершеннолетние, тоже профилактически потом можно прийти домой и тем же детям своим рассказать. Такие масштабные батьковские сходы ладятся у Могилевской области опошние 4 годы. Про их корысть, каже статистика. Практически нет гибели от внешних факторов. Один случай – суицид несовершеннолетний за полугодие. В сравнении с прошлым годом от различных факторов. На первом полугодии погибло 6 несовершеннолетних детей. Но, тем не менее, никогда по этой теме нельзя успокаиваться, потому что каждый ребенок должен осознавать траекторию безопасного поведения, траекторию безопасности, ответственности за себя, конечно, за тех, кто с тобой рядом. Важно не сгубить совести помимо школы и батьками, кажут в управлении адукации. Тому на первые дни каникул подобные сустречы отбудутся во всех районах Могилевской области. Алина Соловьева, Александр Тарасов, Новины региона. Особистый выездный прием грамадян проведе у Могилеве министр спорту и туризму Беларуси Александр Шамко. Сустреча отбудется 23 мая с 9 до 11.00 у Могилевским державным училищем Олимпийского резерву по улице Тимиразевской, 27А. Записаться на особистый прием до министру можно с 8 до 17.00 по телефону 253518. Памятный знак милиционеру, який загинул при выполнении службовых обовязков, открытый в Черековском районе. Житие Ивана Лучина оборвалось у везцы Галучицы. Ушановать его память пришли родные и коллеги. Иван Лучин загинул в Саковику 1992 года. Ему еще не исполнилось 25. Тогда в Черековском районе он был у командировцы. Молодший милиционер разом с напарником патрулевал везку Галучицы. Як раптом на сустрач выбегла мясцовая жихарка и поведомила, пьяный сусед пограджая вязковцем ружом. На месте здарения милиционеры сутыкнулись с порушальником. Его стрел оказался смяродным для Ивана Лучина. У его засталося двое детей. Женка растила их одна. Это памятный знак установили прошенние офицерского схода ветеранов Черековского РАУС и при поддержке районной организации Фонда мира. Я не знаю, как передать, все дрожить, все вспоминания. Все-таки прошло 25 лет. Это, конечно, было большой неожиданностью. Но все-таки приятно, что прошло 25 лет. Но память мужа жива. Дведи Алчинки и Жаншина потерпели у дорожно-транспортной мздарыни в Могилевском районе. Аварой отбылась и калявезки Романовичи. Як поведомили у Держа-Аутоинспекции, автомобиль «Фольксваген» под керованием жихарки Витебской в области выехал на полосу сустречного руху и сутыкнулся с грузовиком «Вольво». Керутца легковушки опынулась заблокированной у салоне автомобиля. С допомогой специнструмента я ее вызволили вратовальники. Жаншину шпитализовали. У больницу накеровали с травмами и пассажиров «Фольксвагена» девчонок 4-х и 8-х годов. Водитель грузовика и его пассажир не потерпели. Обставины аварии высветляют супрацовники до им. И до инших тем, более за 2000 людей приняли у делу традиционного фестиваля «Ночь музея» в Могилеве. Субботним вечером у окрузе Площи Славы, помеж областным краезнавчимам и музеям истории Могилева, с долучением выставочной залы на Болдина и музея этнографии, неспынно рухался народ. Усе пляцовки пропоновали незвычайные акции. Молодь с импэтом гуляла у квесты, а старшее поколение глядела представления и концерты. И все это у сполучения с новыми экспонатами и экскурсиями. Наш репортаж с «Ночи музею». Это нечто чаровное, нечто незвычайное. И, правда, чувствуется свято. У «Ночи музею» каждая музейная пляцовка областного центра представила свои цикавостки. Музей истории Могилева наиперш показал новые и адреставрованные экспонаты. Один могилевский рыбак нашел ее на Днепры вылую. А сейчас эта шабля была адреставрованная. Такой шаблей узброювалися крылатые гусары, речи посполитые, прикладно 300 годы тому. А еще гармата маленькая, а леважить более за 5 кг, и буфет с бука, який зарабил могилевский майстер. Я люблю историю за то, что я живу в этом городе. И я хочу узнать больше об этом городе. Самая ведовичная частка – концерт. Ансамбль историчного танца, гимназии, колледжа, мастасту публика примала вельми добра, як и презентацию могилевского дударского цеха. Музыканты мусят объеднаться разом, каб отстоивать свои, ну, певные интересы, и каб прославлять город. Люду посполитому на утешение и соберну славу, кто тянет ворот. У першини усе при отзывке музея и истории могилева можно было наведать по одиному квитку за 4 рублей. Подается расчарованных не было. Новые знаемства гарантовались и уси. Понравился тебе Магислав? Очень. Что в нем такого красивого? Ну, он такой интересный. И усёг это не просто так. Усе музеи пропанували наведывальникам квесты и викторыны с прызами. И молодые люди с мпэтом гуляли в свою любимую историю. Она нам даётся для того, чтобы не повторять ошибок, и чтобы помнить всё-таки свои корни, помнить, откуда мы пришли, и что было сделано для того, чтобы мы вот сейчас таки жили и ходили на ночь в музей. У районе Площи Славы на ночь музею можно было убачить разных исторических персонажей, причем у самых неверогодных ситуациях. С ними зносились, робились дымки, и огольный настрой был святочный. Здравствуйте, Могилёв. Здравствуй, родная Беларусь. Вы знаете, каждый настоящий гражданин своей страны должен знать историю. Краеведческий музей – это то место, где можно всё узнать. От начала, будем так говорить, становления человека как личности и до настоящего времени. Прикладно на таким транспорте воевали наши дяды и прадеды. Я как увлекаюсь немножко военной тематикой Великой Отечественной войной. Ну, вот завёл свой дедушкин мотоцикл, решил приехать сюда, показать людям, ну и отдохнуть со всеми. У областным краязнавчим музея, у экспозициях «Аншлаг» один из топовых экспонатов «Двюголовая теля». Он появился на свет в 60-е годы прошлого столетия в Бродах. Ну и сегодня вы можете увидеть этого вот телёнка. Чудо такое. Да, такое чудо. Фото на память обовязково. А самое смелое – на майстер-клаз до Ханчара и ляпить своими руками. Надо несколько раз хотя бы за круг присесть, чтобы что-то получилось, но вместе, тандемом, пожалуйста. Вот что в итоге получилось. И что же это такое? Ну, ребёнок хочет сделать чашку, поэтому мы с ним делаем чашку. Ребёнок получается? Получается. Как впечатление? Очень хорошее. У музея этнографии программа «Ночи музеев» была настолько разностайная, что разбегались в очи и ноги. Батлейка, фортепианная вечарына и по зале гуляли элегантные дамы из минулых стагодзю. Выявилось, что это выховательницы детячих садов, которые приняли удел, в конкурсе старода у них строю. И теперь сручно себя отчувают. Вот таким оденье. Как вы себя чувствуете? Потрясающе. Такое красивое платье. Жаль, что не родилась в том веке. Да, намного удобнее, чем джинсы. Он как бы статный. Ты себя чувствуешь уже не просто там бегаешь где-то, а уже леди. Уже как бы выпрямляешься. Уже чувствуешь себя более уверенно. Совершенно невозможно смотреть в будущее, не зная о своем прошлом. И мысль о том, что нужно знать о своем прошлом, помнить о своей истории. Мне кажется, что эта мысль должна преследовать каждого человека. И для этого нужно приходить в музей. Илона Иванова, Виталь Вопсев, Новины региона. А в музее Агрогородка Аусянка городского района презентуется уникальная коллекция запалок и пачок. Я ее уладар мясцовый жыхар. Захапление Константина Станкевича началось с выпадковой находки в Батьковском доме. Теперь это любимая справа коллекционера. У коллекции все виды запалок, которые только сегодня иснуют. Пачка у колеса мисс половый тысяч. И сбор протягивается. Это в уголе бесконцый процесс, каже коллекционер. Экспонаты у стольки, что пришлось и применить неколькие классификации, например, по краинах. Немецкие коробки. То же самое по разным странам, которые у меня на данный момент существуют. Иранчик, Словакия, Франция, Эстония, Литва, Голландия, Швеция, Польша и так далее. Константин Станкевич по профессии ветеринарный ураж працует у мясцовым СВК по прозванию филуминист. У мясцового музея, где разместилась коллекция, он показывает экспонаты. Любимая серая сувенирная советская. Усе надписы по английску, и это не просто так. В данном случае башня Кремля сохранность практически идеальная. Карабков даже отливает картинка лаком, покрывались их. Выпускали на экспорт. Увольный час коллекционер проводит экскурсии по своей выставе для одновязковцев. Сбирать запалки и пачки ветеринар заусянки, мая намер и далее. Есть у его великая мара открыть у Ласный музей запалки. Яскраво, солнечно и по танцевальному провели День здоровья новученцы Могилевского медицинского колледжа. Традиционные святы с конкурсами и спортивными, с поборницами на этот раз перетворилась и еще и у подарунок для Могилева. Перед тем, как разъехаться по Беларуси, на летние каникулы они вырешили взять у делу флешмобе на 400 человек. Однольковые рухи, воплески в аунисон и все просто элементы ранешней гимнастики. 14 групп колледжа практиковались не раз, как подрихтовать юбиляру Могилеву танцевальный презент. У 400 новученцев на свежем поветре все доброе отрымалось. Далей, гульни, забавы и только солнечный настрой. Сейчас что вы делаете? Мы играем в ноги. То есть, все заключается в том, что человек должен дотронуться до моей ноги и я этой же ногой должна дотронуться до ноги оппонента. Это весело. Просто воздух, отдыхаем. Отвлекаемся от пар в преддверии сессии и практики. Это здоровье, это воздух, это вообще расслабиться, отдохнуть и провести хорошо время в кругу друзей. Очень круто. Редко выхожу вообще на природу. Сегодня такой день, который яркий, солнечный, очень классно. Другокурсник Роман не утрымался навод после ночной смены. Практику проходит у анкодиспансеры. Пропустить свято кажа не смог. По первому курсу, по практике я знаю, что здесь очень здорово, здесь классно. Так как еще в прошлом году нам удалось занять все-таки первое место. Поэтому мы, я, лично я захотел побывать здесь еще раз. Будучи медикам, по счастью и с надворьем. Разом с позитивом, физичной бодерностью и природой, что может быть лепше. Хотели подарить позитив детям. Подарить настоящий праздник, чтобы они запомнили его на долгие годы. Разъедутся в разные регионы нашей родной Беларуси, но праздник останется в сердцах. На долгие годы, я думаю, это будет так. Всем здоровья! Позитива, улыбок и побольше таких солнечных дней. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов, Новин Региона. 16 поединков и 108 мячей за два дни. У Кировску пройшли гульни другого тура чемпионата Беларуси по пляжным футболе. Господары с поборненства у Кировчани не смогли порадовать своих болельщиков. Во всех матчах наша команда соступила соперникам. Дорогие, райцентр все лета еще примет матч чемпионата Беларуси. 8-9 лепеня тут пройдет суперфинал турниру. Так само Кировск станет местом лучшебно-тренировочного сбору молодежной и национальной сборных Беларуси. Кировск действительно одна из старейших команд в пляжном футболе Беларуси. Достойный коллектив. И у них всегда было очень правильное направление. Это подготовка молодежи. И сегодня, в этом году Федерации пляжного футбола именно Кировск выбрана как команда и как место для подготовки молодежной сборной У-23. А на этом я с вами развитываюсь. Дякую, что были с нами. До встречи в эфире.